Не хлебом единым жив человек, но без хлеба не прожить. С древних времен одним из главных торжеств у многих народов России был праздник осеннего урожая. Его отмечали очень дружно. Собирались жители целой деревни или села. Традиции земледельцев прижились и в городах. И сегодня, когда о национальной культуре можно больше узнать из этнографических книг, к празднику урожая относятся так же трепетно. Почему, расскажут представители Чувашской национально-культурной автономии. История праздника насчитывает не одно столетие. В Чуклеме переплетаются традиции и языческие, и христианские. Это праздник – символ жизни. Это праздник, который дает людям надежду, что будет весна. На Самарской земле Чуклеме для Чувашии – один из торжественных обрядов осени. Особое значение он имел для народа, который отличается трудолюбием и талантом к ведению сельского хозяйства. В старину праздник проводили в дни осеннего солнцестояния. Люди кланялись земле благодаря ее за щедрый урожай. Этот праздник для земледельцев очень значимый, потому что Израиле так повелось, что нельзя было использовать новый урожай до празднования этого праздника. Только после празднования этого праздника можно было готовить и печь из нового урожая. Традиции помнят и возрождают. Уже пятый год в Самаре проходит межрегиональный фестиваль искусств, посвященный народному празднику. Главное действие обряд Чуклеме воссоздали почти, как это было столетия назад. Праздник непременно начинают с гимна земледельцев. Его было принято петь стоя, обратившись лицом на восток. Затем старец читает древнюю чувашскую молитву. Единство народа олицетворяет старейший ритуал. Представители разных поколений из разных областей и регионов страны по чашке муки и воды приносят к общему столу. И потом из этой общей муки печется один единый каравай, который потом раздается всем людям. Раздается всем людям, даже сейчас у нас, как бы, обряд таким образом построено, что раздается в зрительном зале. Каждый идет домой и несет частичку вот этого общего пирога, общего труда домой к себе. Со временем традиции трансформируются. Не все обычаи предков удается воплотить. Главное, чтобы смысл оставался исконным. В древности, вот именно в этот день, на этот праздник, приносили жертву живности. И там же в больших котлах это варилось. Там же вот всем селом там собирались, так же на землю прям садились, на земле прям кушали, там пили, ели, там пели песни. Конечно, в одной и той же базе там невозможно купаться, это понятное дело. Но мне кажется, вот когда развиваешь что-то и к чему-то прикасаешься, должно быть какое-то развитие культурное, красивое такое развитие должно быть, а не примитивное. Угощение для всех пришедших – один из главных атрибутов. Непременно в праздничный день на столе – пирог хуплу. Его и печь необходимо дружно, и размеры особого чувашского курника должны быть внушительные. Хуплу – это символ триединства. Хуплу всегда готовилась всей семьей. Но когда подавали к столу, срезался верхний слой и раздавали почетным людям за этим столом. Это символ неба, это символ силы, это символ продления жизни. И ложками все из этого хуплу кушали. Когда подходили уже, начинку съедали, срезался средний слой. И средний слой раздавался хозяевам, людям уже среднего возраста. А ребятишки, конечно, ждали тоже. Им нужны самые вкусные, а самые вкусные на дне. Потому что там первым слоем на тесто сыпалось пшено, потом картошка, большие куски мяса и весь жир, весь этот вкус. Пшено на себя набирало, и там такая была вкуснятина. Вот это тоже умение всей семьей, всем родом съесть такой символический чувашский пирог. Угощение делали со смыслом. Хлеб пекли из муки нового помола, смешанный с прошлогодней, что символизировало вечное обновление жизни и урожая, который силами природы и труда народа обязательно поспеет и на следующий год. К хлебу подают квас, который до сих пор в селах Самарской губернии делают по старинным рецептам. Что особенно? Ну, изготавливается на основе хмеля. Хмель сейчас редко где выращивается. А мы у нас, бабушки, дедушки еще стараются сохранять, выращиваем хмель. Яств на столах достаточно. Все выращено на собственном огороде и с любовью и теплом приготовлено чувашными хозяйками. Пироги с тыквой, пироги с черемухой, национальная кухня. Черемуху забрали осенью, когда поспела черемухой, прокрутили через мясорубку с сахаром. Ну, как варенье получается густое-густое. И вот сдобное тесто поставила вчера вечером. Через два часа завернула в рулет и в духовке. И все, очень вкусный пирог, рулет получается. С давних пор раньше у нас еще матери ходили за черемухой специально. Раньше не было таких вот разнообразий. Сейчас уже все есть и яблоки, и виноград, и сливы. А раньше не было. А раньше за черемухой ходили далеко-далеко. И до сих пор еще храним этот вот, не забывается. Самарский праздник действительно стал народным. Гости приезжают из Ульяновской и Пензенской областей, Оренбурга, Башкортостана, Татарстана и, конечно, из Чувашии. Встречают их как добрых друзей. Перед концертом, где творческие коллективы блеснут талантами, не стихает общение между соседями. Это нужно для того, чтобы меняться своими песнями, традициями, своими обрядами, своими голосовыми звуковидениями, своими костюмами. Для того, чтобы посмотреть в глаза друг к другу и сказать, мы люди великой России. На земле России будет процветать мир, любовь и красота. Столько, сколько живут народные песни. Будет процветать столько, сколько живет искусство народа. Культура Чувашии делится на несколько групп. Низовые, средненизовые, верховые. А вы еще другая группа в Самаре. Башкирские Чувашии, самарские Чувашии, ульянские. Они все отличаются и пением, и немножко костюмом, и обрядами. Тут у вас более, скажем, чем у нас даже в Чувашии, сохраняются некоторые обряды больше. Например, у вас же больше здесь. У нас, например, не остались некрещенные Чувашии, а у вас здесь есть некрещенные Чувашии. В Самарской области живут более 100 тысяч Чуваший. И в селах традиции особенно чтут. Даже те, которые редко где встретишь. Вот вчера у нас, у некрещенных Чуваший, был родительский день. День поминовения. Именно на этот праздник у нас специально рубятся курицы и готовят суп с самодельной лапшой. Обязательно вот этот квас, напитки, собирается вся родня. Дети, все собираются, родственники, и по домам ходят от одного двора к другому. Еще вот эта вот традиция сохранилась еще в нашем селе. Хотя народ один. И, как считают некоторые исследователи, Чувашии – потомки волжских булгар. Но в зависимости от региона проживания со временем появилось и немало отличий, в особенностях культуры. Различается и язык, различается и культура. И именно почему мы проводим этот праздник межрегиональный? Только для того, чтобы происходило общение языки, происходило обмена языков, для того, чтобы язык не терялся, язык сохранялся. Они разные, изначально разные. Но какие-то слова есть общие, и они должны продолжать жизнь. Наши языки меняются. Даже русский язык, то, что был 200 лет назад, и то, что сейчас, это большая, огромная разница. Мы начинаем читать классику и иногда не понимаем, что написано. То есть наши дети очень тяжело воспринимают сейчас классику, потому что многие слова ушли из-за бихода. То же самое происходит и с чувашскими языками, естественно. И, конечно же, вот такие праздники дают возможность общаться, дают возможность людям говорить на этих языках и поддерживать его, сохранять его. На родном языке поют и песни, причем находят их не в нотных сборниках, а воспринимают на слух. И ищут мелодии из глубокой древности, которые передаются из поколения в поколение. Мы стараемся петь такие исконно старинные песни, которые пели наши бабушки, прабабушки. То есть это передается из поколения в поколение. Мамы наши пели, бабушки. То есть они переняли от бабушек, а мы, в свою очередь, от наших мам. И, естественно, мы теперь тоже стараемся вот эту чувашскую культуру, чувашский язык передать своим детям, своим внукам, чтобы чувашский язык, он, чтобы не пропал, то есть дальше развивался, чтобы дети наши, внуки разговаривали на нашем, на родном языке. Костюмы также блестят разнообразием. Основные цвета – красный и белый. Они во всех регионах служат основой наряда. Еще обязательно вышивка и обилие национальных орнаментов. Костюмы и шились изначально по-разному. Потому что, как бы раньше было, жили бедно, если было в бедной семье. Девочка подрастала, и ей снизу нашивали оборочки на костюмы. То есть при росте девочки нашивалась оборочка одна, потом другая, потом третья. А оборочки были разные. Почему? Потому что эта ткань, какая была, то и пришивали. Естественно, вот этот вот набор нижней юбки у девочки всегда получался разным. Именно та ткань, какая была в семье. Особая роль – украшениям, которые для чувашской женщины служили еще и оберегами. Обилие бисера, бусин, монет обозначало и социальный статус владелицы. Говорят же, что чувашские женщины, они, получается, у них предки-амазонки. И еще, это монеты, это богатство. Когда девушку замуж выдавали, нужно было собрать, в общем, 16 килограммов. Если 16 килограммов – это все весело, значит, получается, оно вот у нее хорошее и преданное. Серебром в старину украшали женский головной убор хушпу. Сегодня аутентичный наряд редко встречается и в небольших деревнях. Во время Великой Отечественной войны, как говорят чуваши, серебряные монеты с одеждой снимали и отдавали на нужный фронт. Участница творческого коллектива из Чувашии решила воссоздать традиционный наряд. Три года она собирала серебряные монеты. Покупала, искала в деревнях, что-то дарили. В итоге сшила украшения весом 7,5 килограммов и с богатым прошлым. Рассказать очень как-то трогательно. Собрала, все сама своими руками шила. И вот бисером сама делала. Все из настоящего серебра. Самая старая монета у меня вот впереди. Вот она, вот это. Анна и Анна. 1700. Точно я не могу сказать, но 1700 где-то во времена правления Анны и Анны. А тут вот эти идут Николаевские, а там наверху у меня Екатериновские. Вот этот первый ряд, весь Екатериновские монеты. А там наверху уже есть и советские времена. До 24-го года там были серебряные монеты. Вот верхние вот эти монеты. Такой костюм исключительно для сцены, на которую творческие чуваши выходят с особым вдохновением, когда звучит народная музыка. Чувашская песня, она очень душевная, она жизненная. В ней основы, в ней корни наши. Ну что еще сказать, потому что там воспевают и родных, и близких, и родителей, и родину свою. В них наши корни. В них наши корни. Национальный праздник объединяет не только регионы, но и разные народы. Почетные гости – представители национально-культурных объединений Самарского края. Культура – это не только в прошлом. Национальная культура, мы творцы ее сегодня и сейчас. И всеобщее участие в построении культуры сегодня – это благо и наша общая задача. Один из мотивов сегодняшнего праздника – это присказка или поговорка. У всех народов она присутствует. Что посеешь, то и пожнешь. Вот что мы сегодня посеем в сохранении своих народов, языка, культуры, то мы и пожнем через 15, 20, 30 лет. Традиции и национальная идентичность живут и помогают развиваться. Хотя иногда можно сделать и отступление в сторону современной интерпретации народного искусства. Традиции и национально-культурных объединений Самарского края. Традиции и национально-культурных объединений Самарского края. Продолжение следует...